МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если вы следите за последними киноновинками, у вас есть любимый актер, а может, даже режиссер? А может, вы узнаете актеров со спины? Тогда это передача для вас. С вами Ирина Вашегородцева. И Мария Рунич. И это первый выпуск 2018 года программы Кинокайф. Как тяжело-то даже праздновать. Надоело уже. А на улице только 3 января. Рунич, ты где? Ща. Че, ща, иди сюда, мы уже в эфире. Ты че такая довольная-то? А че мне не быть довольной-то? Вот ты че делала все эти три дня? Ну как, первой я наконец-то отоспалась. Не, ну, все равно это святое. Затем доедала салаты, потом опять спала. Как скучно ты живешь. Ладно, а перед Новым годом что ты делала? Как что? Спала, чтобы в новогоднюю ночь быть бодрой. Ну и, конечно же, резала салаты. Ой, все, хватит. Неправильно ты время проводила? Вот я себе устроила новогодний шопинг. Ну-ка, чего у тебя-то андайка, я посмотрю. Ты не представляешь, я набрала себе платье, еще к туфелик, косметичку обновила, еще свитерочка в себе, я купила мужу, мамуля духи, папе джемпер. А с первого числа разбирала все это. Новогодние распродажи, это что ты? Эй, ты че делаешь-то? Ничего себе, барахла-то набрала. Это не барахло, это смоточки. О-о-о, теперь я поняла, с кого снимали фильм «Шопоголик». Чего? «Шопоголик» не смотрела, что ли? А, ну да, тебе некогда было, ты за шмотками ходила. Это рассказ о том, как живется шопоголиком в полном искушении в современном мире. Главная героиня – рыжеволосая барышня с серьезным психическим отклонением, тягой к ненужным покупкам. Денег у нее хватает, и проблема разворачивается вовсю ширь. Слушай, это не про меня. Мои покупочки – все самые нужные. Ну да, ну да. Вот ты вместо того, чтобы меня завидовать, расскажи лучше, какие новинки уже ждут нас в кинотеатрах на этой неделе. Уже с 1 января во всех кинотеатрах вовсю показывают фильм «Праздничный переполох». Макс – организатор мероприятий, должен провести свадьбу в замке 17 века. Под его контролем все – банкет, фотограф, повара и официанты. Казалось бы, что может пойти не так. Но, как известно, если что-то может случиться, то оно обязательно случается. То именитый диджей в последний момент откажется приехать, то официанты начнут бунтовать из-за нелепых нарядов, то доисторическая электропроводка не выдержит напряжения. Юному зрителю тоже есть, что посмотреть на большом экране. В прокат вышел мультфильм «Чудо-юдо». Это необыкновенная сказочная история о том, как царевич Иван отправляется сразиться с драконом «Чудо-юдо». А злодей оказывается вовсе не грозным трехглавым чудищем, а маленьким дракончиком, вдвое меньше Ивана, с одной единственной головой. Вместо того, чтобы повергнуть его, царевич спасает «Чудо-юдо» и берет себе в помощники для спасения пропавшей царевны Варвары. На пути их ждут самые неожиданные приключения и испытания, но Иван и не догадывается, что «Чудо-юдо» совсем не тот, за кого себя выдает. А уже 4 января в прокат выйдет фильм «Величайший шоумен» с Хью Джекманом в главной роли. Финес Барнум всегда мечтал войти в историю, но все его занятия не приносили ему удовольствия. И когда, казалось, весь мир обернулся против него, он решает пойти вслед за своей мечтой. Барнум создает завораживающее представление и сенсацию, которая стала рождением мирового шоу-бизнеса. Ох уж этот шоу-бизнес. Вообще странная штука. Со стороны кажется, что все там так классно, легко, а потом оказывается, что за всей этой роскошью стоит тяжелая работа. Ну а что ты хочешь? В мире моды вот, например, так же. И яркий тому пример фильм «Дьявол носит парада». Ну и этот фильм завоевал огромную популярность еще в самом начале проката. Если вы с девочкой не смотрели этот фильм, вы многое потеряли. Это история о том, как провинциальная журналистка Андрея приезжает в Нью-Йорк. Его лет лучше оказывается на должности помощницы самого своенравного редактора глянцевого журнала. Весь образ которой списан с Анной Вентур. Несравненного редактора главного фэшн-издания современности ВОК 1988 года. Все закулисье работы самого модного издания в мире будет перед вами как на ладони. А сколько фильмов снято об известных модельерах. Да, Ира, Ира, ты смотрела, Ира, ты смотрела, ты смотрела. Да что именно-то? В смысле? Ку-ку да Шанель. Это просто женщина-легенда, вскородатель современной моды. Ку-ку Шанель создала вещи, о которых мечтает каждая девушка. Это и маленькое черное платье, и сумочку-клач, и приталенный твидовый пиджак. Смотри, сознание от переизбытка эмоций не потеряй. Фильм снят с неотразимой Одри в главной роли. Рассказывает о жизни самой загадочной дамы 20 века, до того, как она стала всемирно известной. Из грязи в князи такими историями стоит только восхищаться. Маша, не теряй сознание! На сегодня это все. Если вы любите кино так же сильно, как любим его мы, смотрите программу Кинокайф. С вами была Мария Рунч и Ирина Вашегородцева. До встречи на канале 16. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!